О том, как тверские лицеисты умеют осваивать новые знания и демонстрировать их на достаточно высоком уровне, шла речь на традиционной для общеобразовательного лицея научно-практической конференции, которая в этом году посвящена наставникам и учителям. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Поэтому в общеобразовательном лицее региональный довозовский комплекс было принято решение посвятить 22-ю научно-практическую конференцию «Будущее за нами» именно этой теме. В приветственном слове участникам конференции директор лицея Татьяна Жалагина напомнила о том, какой серьезный вклад в развитие отечественной педагогики внес Константин Ушинский, которому в этом году исполнилось 200 лет. Роль конференции, вот таких научных, которая уже их готовит в следующей ступеньке, в ступеньке ВУЗа, имеет огромное значение. У нас вообще проектная исследовательская деятельность — это наша основа. И если они проекты готовят, начиная с 2-го класса и до 11-го, то понятно, что потом в ВУЗе им это достаточно легко. Участникам конференции представилась уникальная возможность подготовить материалы по филологии, психологии, информационным технологиям, биологии и не только. Для выступления на конференции я приготовила доклад на тему «Жизнь в цвете». Мой доклад на стыке психологии, биологии, физики и дизайна. Я уверена, что смогу заинтересовать ребят и расширить их знания об окружающем мире и о самом себе. Региональный довозовский комплекс — уникальное учреждение в Тверском регионе, обеспечивающее высокий уровень образования учащихся, позволяющее развить их учебные склонности, реализовать творческий потенциал и получить бесценные опыты знания от своих наставников. Мне очень понравилась сегодняшняя конференция, потому что на ней можно было встретить множество известных гостей и встретить достаточно талантливых молодых людей, за чьими работами было очень интересно наблюдать. По словам лицеистов, главным итогом конференции стали вовсе не призовые места, а участие. Сейчас важнее всего для ребят расширить кругозор, усовершенствовать навыки публичных выступлений и продолжать традиции родного лицея.